всем привет в этом видео я хочу вместе с вами размножить свои филодендроны филодендроны правильно ударение на е так научился произносить это слово в общем что я буду с вами делать мы сегодня порежем их на черенки 2 именно филодендрона это вот этот вот экземпляр тортума вот этот вот красавчик это у меня взрослый стоит я вам сейчас его покажу тоже и вот этот биркин в регатный смотреть у меня даже уже заваливается но его я вот макушку срежу вот эту всю и хочу укоренить ну в общем сейчас все будем делать по порядочку давайте я вам покажу как выглядит взрослый торт у него вот смотрите какой крупный он наверное даже в кадр нет вылезает в кадр у него огромные крупные листья конечно же зависит от условий содержания например вот этот у меня стоит скажем на более таком слабом освещение чем вот этот экземплярчик вот это который мы будем своим черенковать и у него листовые пластины на черешке они имеют такие более широкие а когда света слишком много я заметил у него более узенькие эти листики становятся между узле не короткая то есть она не тянется достаточно он такой компактный по себе сам по себе сорт вот этот вот разворачивает новый лист посмотрите как интересно он его раскручивает самое главное чтобы не было в этой стадии механических повреждений потому что при взрослении это все все вот эти дефекты будут видны его сейчас аккуратненько поставлю обратно на полку и мы с вами займемся нарезкой черенков пока я его оставлю вообще очень красивый мне очень нравится вот с такими узкими листьями его дендрон так будем черенковать вот этот вот этого красавчика стоит оба стоят у меня выращиваются под искусственным освещением оба оба так что нам нужно чем будете резать желательно чтобы это было что-то такое острое нож какой-то лезвие скальпель я не знаю что он такой канцелярский нож мне очень удобно удобно держать в руке меняются лезвия обрабатываю я обязательно ножницы все лезвия обрабатываю вот этим хлор и гексидин если там не видно да варгексидин в аптеке стоит рублей вообще такое дешевое средство и очень эффективно она убивает вот эти все болезнетворные вирусы и бактерии в общем стерилизовать приборы и самое вообще то вот протираем сейчас начнется самое интересное хорошенечко протираем хорошенечко смотрите макушка макушку можно отрезать даже хоть в один лист но в один лист мне макушки не нравится далее это как-то выглядит ноут совсем я видел такие макушки продают и даже не знаю мне для меня макушка это ну хотя бы два листа до чтобы было вот тогда уже ок и хорошо а лучше в идеале конечно 33 я делать не буду потому что я хочу получить с него как минимум 44 растения поэтому я сделаю 2 2 2 2 2 листа верхушечный черенок смотрите как изогнут его ствол видно и вот где кончается второй лист да вот здесь чуть ниже я сделаю надрез желательно не пилить пилой одним уверенным движением сделать надрез не бойтесь самое главное не бояться глаза боятся руки делаю слышали такую пословицу заговорку вот такой вот у нас замечательный черенок появился собственно говоря вот этот большой крупный филадендрон тортом который я показывал я приобрел вот именно вот такой вот верхушечный черенок вот такой вот он был с воздушными корешками по моему и собственно говоря легко успешно укоренился и пошел в рост так мы его пока откладываем стороночку и делаем промежуточные черенки что такое промежуточный черенок это часть ствола с почкой и одним двумя тремя листами это есть промежуточные черенки я всегда делаю с одним листом они прекрасно тоже хорошо укореняются и также пробуждается у них почка их развивается маленькое молоденькое растение конечно же у него будут сначально такие маленькие ювенильные листья и то есть нужно будет подождать там на 3 на 4 лист уже там сортность начнет проявляться хорошенько вот тут возможно даже посмотреть какие маленькие листики у меня тут были то есть совсем крошки кровь крохотные так ну и собственно говоря режем дальше смотрим где у нас почка вот она на самое главное чтобы она осталась на растении вот такой вот смотрите промежуточный черенок один лист часть стволика и все это уже пойдет на размножение так решим дальше ну а дальше у нас тут небольшая такая засада придется наверное двойной черенок резать потому что сейчас я вам покажу как это вижу я чтобы это видели тоже вы посмотрите очень короткое междоузли видите я очень надеюсь что сфокусируется камера и все будет отчетливо видно и тут чревато резать можно повредить почку поэтому я не буду и вот так прям вот кромсать чтобы было много черенков я отрежу два листа тогда уж наверняка одна почка до проснется это сто процентов опа все хотел 4 получилось 3 вот такой вот тоже промежуточный черенок у нас получился вот посмотрите какой корут короткой междоузли здесь но было не отрезать то есть можно было повредить почку зачем нам ее вот она она кстати сбоку ее видно все у нас значит три черенка два промежуточных и один верхушечный и вот такой пенек этот пенек пробудет новые почки и начнут расти новые молодые растения поэтому ни в коем случае не выбрасываем и это оставляем и это как бы наш маточное растение для размножения сказать что делаем вот с этим добром с этим можно это посадить спахнул мог можно посадить перлит я делаю проще я беру наливаю водички стакан вот стакан вода и помещаю их туда все когда корни начнут нарастать я увижу это да я их уже посажу субстрат вот для аруидных смесь земельную смесь для аруидных вот так вот и что еще важно не нужно ставить растения на холодный подоконник сейчас осень да я их буду держать на полке на полке с искусственным освещением они у меня будут полка снизу тоже теплая потому что светосиоды они нагревают полочки и у меня таким образом растения но быстро дадут корни на и пустится в рост то есть не нужно нужно создать такие условия чтобы растению было тепло если им будет холодно и темно то и укореняться она у вас будет уже долго так ну все с этим пилодендроном мы разобрались так сказать порезали его приступаем вот к этому я его этим летом у меня тут был он пушистый такой весь куст и половина куста два зеленая просто зеленая то есть ну вот пополам если его разделить половина варегатная половина зеленая я вот эту зеленую часть полностью отсадил от растения с срезал до варегатных тканей и здесь вот и спинечка уже тоже начали расти варегатные листики этот филодендрон почему-то очень часто уходит в зелень и чтобы этого вот избежать нужно до здоровых тканей вырезать здесь я хочу связать вообще конечно очень интересно это растение растет потому что у него посмотрите я вам просто покажу и вы посмотрите сами кто не видел а кто его расти выращивает дома тут меня поймет о чем я говорю посмотрите на этот ствол он не идет как бы одним стволом а как будто из каждой почки пробуждаются еще растение она так вот ветвиться и тут у меня уже вот изначально один ствол посажен потом он раз двоился там расстроился и вот так вот тут безобразно начинает расти очень хочу всю эту верхнюю часть срезать и потом в дальнейшем когда она укоренится дать горшок побольше и посадить рядом чтобы это было прям вот шариком таким варегатным красивым и пушистым хотя но и сейчас тоже выглядит прекрасно и хорошо как вы считаете собственно говоря приступаем обязательно сначала наметьте себе визуально где вы будете резать не просто знаете как-то взяли нож расскажете любви начали резать где попал нет сначала посмотрите где лучше так сказать прицельтесь нож еще раз я против так немножечко отденю смотреть срезал листик красивый бригад и листик срезал смотрите вот такой вот черенок есть у него два зеленых листика ствол весь пестрый весь пестрый и вот этот вот верхушечный листик который он разворачивает он будет полностью варегатный то есть это не зеленое растение а варегатное я его оставляю на размножение смотрите какой листик жалко я срезал представляете печаль так и вот этот вот то есть по сути вот сейчас я формирую занимаюсь формировкой размножением и формировки то есть можно вот подсадить рядом чтобы было такое пушистое растение а можно вот эти вот черенки пустите на допустим на продажу с кем-то поделиться да вот но я хочу чтобы вот у меня был пушистый красиво сформированный шарик потому что у меня это растение было куплено одним промежуточным черенком как торту но листик вот который я покупал был вот такой на канале старых роликах я показывал какой листик я получал все дальше что мы делаем дальше ставим воду и забываем до лучших времен все я налил водички поставлю водичку смотрите тут такой тоже момент может быть иногда бывает так что вот эти вот при листике вот эти вот чехлы так сказать из которых разворачивается листа они в воде могут подгнивать поэтому либо вы их оторвите заранее лучше наверное заранее их оторвать чтобы их не было либо меняйте воду если вы посмотрели да вода такая уже стала немножко затухла и такое иногда бывает даже у меня ничего в этом страшного нет просто промываете растения под водой наливаете свежую воду и ставите обратно на дальнейшее укоренение все из этих пенечков тоже вырастет новые молодые побеги я больше чем в этом уверен и вот это укорениться и вместе это будет выглядеть прекрасно все друзья у меня на этом все надеюсь вам было это интересно полезно размножайте формируйте не бойтесь до новых встреч пока пока маленький ювелирный ювелирный ю